Глава третья о том, как техника и находчивость могут возместить недостаток храбрости и о том, как в плавании надо использовать все обязательства, вплоть до личного недомогания. Дальнее плавание. Слова-то какие. Вы задумаетесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальнее. Даль. Простор необъятный. Пространство. Не правда ли? А плавание. Плавание. Это стремление вперед. Движение. Иными словами. Значит так. Движение в пространстве. Тут, знаете, астрономией пахнет. Чувствуя себя в некотором роде звездой, планетой, спутником, на худой конец. Да, так. Вот поэтому и тянет таких людей, как я или, скажем, мой тезка Колумб, в дальнее плавание, в открытый океан, на славные морские подвиги. И все же не в этом главная сила, которая заставляет нас покидать родные берега. И если хотите знать, я вам открою секрет и поясню, в чем тут дело. Удовольствие дальнего плавания неоценимы, что и говорить. Но есть большее удовольствие рассказывать в кругу близких друзей и случайных знакомых о явлениях прекрасных и необычных, свидетелями которых вы становитесь в дальнем плавании. Поведать о тех положениях, порой забавных, порой трагических, в которые то и дело ставит вас превратная судьба мореплавателя. Но в море, на большой океанской дороге, что вы можете встретить? Воду и ветер главным образом. А что вы можете пережить? Штормы, штиль, блуждания в туманах, вынужденные простои на мелях. Бывают, конечно. И в открытом море различные необычайные происшествия. И в нашем походе их было немало. Но в основном про воду, про ветер, про туманы и мели много не расскажешь. Рассказать-то, положим, можно бы. Рассказать есть что. Бывают, допустим, смерчи, тайфуны, жемчужные отмели. Мало ли что. Все это поразительно интересно. Ну, рыбы там, корабли, спруты. Тоже и об этом можно рассказать. Да вот беда. Столько уж об этом порассказано, что не успеете вы рот раскрыть. Все ваши слушатели сразу разбегутся. Как караси от акулы. Другое дело. Заходы. Новые берега, так сказать. Там, знаете, есть на что посмотреть. Есть чему удивиться. Да-сссс. Недаром говорят, что город, то норов. Вот поэтому такой моряк, как я, любознательный и не связанный коммерческими интересами, старается всячески разнообразить свое плавание заходами в чужие страны. И в этом отношении плавание на маленькой яхте представляет бесчисленные преимущества А как же, знаете ли, встали мы, допустим, на вахту, склонились над картой Вот ваш курс Справа некоторое царство, слева некое государство, как в сказке А ведь там тоже люди живут А как живут? Вот, интересно ведь посмотреть хоть одним глазком Интересно Извольте, полюбопытствуйте Кто же вам не велит? Рули на борт И вот уже входной маяк на горизонте Вот так-то Да-с-с Мы шли с попутным ветром Туман лежал над морем И беда бесшумно, как призрак, миль за милей глотало пространство Не успели мы оглянуться Прошли Зунт, Категат, Скагерок Я не мог нарадоваться на ходовые качества яхты И вот на пятые сутки, на рассвете, туман рассеялся И по правому борту у нас открылись берега Норвегии Можно бы пройти мимо Но куда торопиться Я скомандовал право на борт Мой старший помощник Лом положил руль круто направо И три часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фиорде Вы не бывали в фиордах, молодой человек? Напрасно! Непременно побываете при случае Фиорды или шхеры Другими словами это, знаете, такие узкие заливы и бухточки Запутанные, как куриный след А кругом скалы, изрытые трещинами Обросшие мхом Высокие, неприступные В воздухе стоит торжественное спокойствие И нерушимая тишина Красота необычайная А что, Лом? Предложил я Не сойти ли нам погулять до обеда? Есть погулять до обеда Гаркнул Лом Да так, что птицы тучей поднялись со скал А эхо я сосчитал Тридцать два раза повторило Беда, беда, беда Скалы как бы приветствовали приход нашего судна Хотя, конечно, на иностранный манер ударение не там Но все же Знаете, приятно и удивительно Впрочем, по правде сказать, особенно и поражаться нечему Там изумительное эхо в Фиордах Да, одно ли эхо? Там, батенька, сказочные места И сказочные бывают происшествия Вы послушайте, что дальше случилось Я закрепил руль и пошел переодеваться в каюту Лом тоже спустился И вот, знаете, я уже совсем готов Шнурую ботинки И вдруг чувствую Судно получило резкий наклон на нос С тревоженной пулей вылетаю на палубу И глазам моим представляется печальная картина Нос яхты целиком в воде И продолжает быстро погружаться Карма же, напротив, сдымается кверху Я понял, что сам виноват Не учел особенностей грунта А главное, прилив прозевал Якорь зацепился Держится, как влитой А вода Подпирает И цепь Подтравить невозможно Весь нос в воде Поди-ка ныряй К брашпилю Куда там? Едва мы успели задрать наглохо вход в каюту Как беда Заняла совершенно вертикальную позицию Наподобие рыболовного поплавка Ну и пришлось смириться перед стихией Ничего не поделаешь Спаслись на корме Так нам и пересидели до вечера Пока вода начала спадать Вот так А вечером, умудренный опытом Я ввел судно в узкий пролив И причалил к берегу Так-то, думаю, будет вернее Даст Приготовили скромный ужин Произвели уборку Зажгли огни Как положено И улегли спать Уверенный, что не повторится история с якорем А утром чуть свет Лом будет меня и рапортуют Разрешите доложить, капитан Полный штиль Барометр показывает ясно Температура наружного воздуха 12 градусов по Цельсию Произвести измерение глубины Температуры воды Не представляется возможным За отсутствием таковой Я спросонья не сразу и понял О чем он говорит То есть, как это за отсутствием? Спрашиваю Куда же она девалась? Ушла с отливом Рапортует Лом Судно заклинилось между скалами И пребывает в состоянии устойчивого равновесия Вышел я Вижу Та же песня Да на новый лад То прилив нас Попутал теперь Отлив Шутки шутят То, что принял я За проливчик Оказалось ущельем К утру вода сошла И мы встали на твердый грунт Как в сухом доке Под килем пропасть В сорок футов Выбраться нет Никакой возможности Куда там выбраться? Одно остается Сидеть, ждать погоды Прилива Вернее сказать Но я не привык Тратить время попусту Осмотрел яхту Со всех сторон Бросил за борт Шторм-трап Взял топор Руба на кисть Западлицо Обтесал борта В тех местах Где остались сучья Закрасил А когда вода пошла На прибыль Лом закинул с кормы удочку И наловил рыбы На уху Так что Видите Даже такое Неприятное обстоятельство Если с умом взяться Можно Обернуть на пользу Делу Так сказать После всех этих событий Благоразумие Подсказывало Покинуть этот Предательский Фиорд Кто же его знает Какие он еще готовит Сюрпризы Но я человек Как вы знаете Смелый Настойчивый Даже Несколько Упрямый Если хотите И не привык Отказываться От принятых решений Так и в тот раз Решил Гулять Значит Гулять И как только Беда Встала на воду Я перевел ее На новое Безопасное место Вытравил цепь Подлиннее И мы Отправились Идем между Скалами По тропинке И чем дальше Идем Тем поразительная Окружающая Природа На деревьях Белки Птички какие-то Чик-чирик А под ногами Сухие сучья Трещат И кажется Сейчас Выйдет Медведь И заревет Тут же Ягоды Земляника Я знаете Нигде не видел Такой земляники Крупная С орех Ну Мы увлеклись Углубились в лес Забыли совсем Про обед А когда Спохватились Смотрим Поздно Уже солнце Склонилось Тянет Прохладой И куда идти Неизвестно Кругом лес Куда не посмотришь Везде ягоды Ягоды Одни Ягоды Спустились вниз К фиорду Видим Не тот фиор А время уже К ночи Делать нечего Развели костер Ночь кое-как прошла А утром Полезли на гору Может быть Думаем Оттуда Сверху Увидим Беду Лезем В гору Нелегко При моей комплекции Но лезем Подкрепляемся Земляникой Вдруг Слышим Сзади Какой-то шум Не то ветер Не то водопад Трещит что ли Все громче Громче И как будто Попахивает Дымком Я обернулся Гляжу Так и есть Огонь Обступает Со всех сторон Стеной Идет за нами Тут уж Знаете Не до ягод Белки Побросали Гнезда Прыгают С ветки На ветку Все выше По склону Птицы Поднялись Кричат Шум Паника Я не привык Бегать От опасности Но тут Делать нечего Надо спасаться И полным ходом За белками На вершину скалы Больше некуда Вылезли Отдышались Осмотрелись Кругом Положение Доложу вам Безвыходное С трех сторон Огонь Четвертая Крутая скала Я посмотрел вниз Высоко Даже дух захватило Картина В общем Безрадостная И единственное Отрадное пятно На этом Мрачном горизонте Наша беда Красавица Стоит как раз Под нами Чуть качается На волне И мачтой Как пальчиком Манит к себе На палубу А огонь Все ближе Белок кругом Видимо-невидимо Осмелели У других Знаете Хвосты В огне Пообгорели Так те Особенно Храбрые Нахальные Проще сказать Лезут Прям на нас Толкаются Нажимают Того и гляди Спихнут В огонь Вот оно Как костры Разводить Лом В отчаянии Белки Тоже В отчаянии Признаться И мне Не сладко Но я не подаю Виду Креплюсь Капитан Не должен Подаваться Унынию А как же Вдруг Смотрю Одна белка Нацелилась Хвост Рас Сказать Расшупила И прыг Прямо На беду На палубу За ней Другая Третья И гляжу Как горох Посыпались В пять минут У нас На скале Стало чисто А мы что Хуже белок Что ли Я решил Тоже прыгать Ну Искупаемся В крайнем случае Подумаешь Велика важность Это даже Полезно Перед завтраком Искупаться А у меня Так Решено Значит Сделано Старший помощник За белками Полный Вперед Скомандовал я Лом шагнул Занес уже Ногу Над пропастью Но вдруг Извернулся Как окошко И сказал Не могу Говорит Хрисофор Бонифатьевич Увольте Не буду прыгать Я лучше сгорю И я вижу Действительно Сгорит человек А прыгать Не станет Нет Естественная Боязнь высоты Болезнь Своего рода Ну Что тут делать Не бросать Беднягу Лома Другой Растерялся На моем месте Но я не таков Я нашел Выход У меня С собой Оказался Бинокль Прекрасный Морской Бинокль С двенадцатикратным Приближением Я приказал Лому Поставить Бинокль По глазам Подвел Его К краю Скалы И строгим Голосом Спрашиваю Старший Помощник Сколько Белок У вас На палубе Лом Принялся Считать Одна Две Три Четыре Пять Отставить Крикнул я Без счета Принять Загнать В трюм Тут Чувствовал Служебного Долога Зило Вверх Над Сознанием Опасности Да И бинокль Как Не Говорить И Помог Приблизил Палубу Лом Спокойно Шагнул В пропасть Я Глянул След И Только Брызги Поднялись Столбом А Минуту Спустя Мой Старший Помощник Лом Уже Вскрап Лукался На Борт И Принялся Загонять Белок Тогда Я Последовал Тем Же Путем Но Мне Знаете Легче Я Молодой Человек Учтите Этот Урок При Случае Пригодится Соберетесь К примеру С парашютом Прыгать Непременно Возьмите Бинокль Хоть Плохонький Какой Никакой А все Таки Знаете Как-то Легче Не Так Высоко Ну Спрыгнул Вынырнул Забрался Я На Палубу Хотел Лому Помочь Да Он Парень Расторопный Один Справился Не Успел Я Отдышаться А он Захлопнул Люк Встал Во фронт И рапортует Принято Бесчета Полный Груз Белок Живьем Какие Последствия Распоряжения Вот тут Знаете Подумаешь Какие Распоряжения На На Первое Время Ясно Поднимать Якор Ставить Паруса Да И уходить По добру По здорову От этой Горящей Горы Ну Его К дьяволу Этот Фиорд Смотреть Тут Нечего Больше Да И жарко Стало К тому же Так Что По этому Вопросу У меня Сомнений Не Возникло А Вот Что С белками Делать Тут Знаете По Хуже Положение Черт Их Знает Что С ними Еще Вовремя В трюм Загнали А то Знаете Проголодались Негодные Зверюшки Принялись Грызть Снасти Еще Бы Чуть И ставь Весь Такелаж Ну Конечно Можно Ободрать С белок Шкуры И сдать В любом Порту Мех Ценный Добротный Не без Выгоды Можно Бы Провести Операцию Но Это Как-то Нехорошо Они Нас Спасли Во всяком Случае Указали Путь Спасению А мы С них Последние Шкурки Не в моих Это правилах А с другой Стороны Вести с собой Всю эту Компанию Вокруг Света Тоже Удовольствие Не из Приятных Ведь Это Значит Кормить Поить Ухаживать А как же Это Закон Принял Пассажиров Создай Условия Тут Знаете Хлопот Не оберешься Ну Я и решил Так Дома Разберемся А у нас У моряков Где дом В море Макаров Адмирал Помните Как Говаривал В море Значит Дома Вот и я Так Ладно Думаю Выйдем В море А там Подумаем Запросим Запросим В крайнем случае Инструкции В порту Отправления Да Вот и пошли Идем Встречаемся С рыбаками С пароходами Хорошо А к вечеру Ветерок Закрепчал Начался Настоящий Шторм Баллов Десять Море Бушует Как Поднимет Нашу Беду Как Швырнет Вниз Снасти Стонут Мачта Скрипит Белки В трюме Укачались С непривычки А я радуюсь Беда Моя держится Молодцом На пять с плюсом Сдает Штормовой экзамен И лом Героем Надел Зюдвейстку Стоит Как в литой Все Все к твоим Слугам Музыка Погода На завтра Последние Новости Другие Знаете Болеют Насчет Футбола Так тоже Извольте Удар Еще удар И вратарь Вынимает Мяч Из сетки Словом Не мне вам Рассказывать Радио Великая Вещь Но я В тот раз Как-то Неудачно Попал Поймал Москву Настроился Слышу Иван Роман Константин Ульяна Татьяна Семен Кирилл Точно в гости Пришел И знакомься Прямо Хоть Не слушай А у меня Еще зуб Был с дуплом Разболелся Что-то Должно Быть После купания Так Разболелся Хоть Плач Ну Я и решил Прилечь Отдохнуть Совсем было Снял Наушники Вдруг Слышу Не как Сос Прислушался Те 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 Та Та Те Те Так и Есть Сигнал Бедствия Судно Гибнет И здесь Где-то Близко Я замер Ловлю Каждый Звук Хочу Узнать Поподробнее Где Что В это Время Накатило Волна Да Так Подала Беду Что Она Бедняжка Совсем Легла На борт Белки Взвыли Но Это Было Еще Ничего Тут Гораздо Хуже Получилось Приемник Прыг со Стола Сорвался Знаете Хлоп О переборку И Разлетелся В куски И вижу Не соберешь Передачу Передачу Как ножом Отрезало И такое Тяжелое Чувство Рядом Кто-то Терпит Бедствие А где Кто Неизвестно Надо Идти Выручать А куда Идти Кто Его Знает И Зуб Еще Хуже Разболелся И Вот Представьте Он То У меня И Выручил Я Не Долго Думаю Хватаю Конец Антенны И Прямо В зуб Дупло Боль Адская Искры Из глаз Посыпались Но Зато Прием Опять Наладился Музыки Правда Не Слышно Да Мне Признаться Тут Музыка И Ни К Чему Какая Там Музыка А Морзе Зато Лучше Не Придумаешь Точка Кольнет Незаметно Как Булавочкой А Ушкире Точно Кто Шуруп Туда Закручивает И Никакого Усилия Не Нужно И Никакой Настройки Больной Зуб С Дуплом И Без Того Обладает Высокой Чувствительностью Терпеть Трудно Конечно Но Что Поделаешь В В таком положении Приходится Жертвовать С собой И Поверите Мли Так Всю передачу До конца На зуб И принял Записал Разобрал Перевел Оказывается Почти рядом С нами Норвежский Парусник Потерпел Аварию Сел На мель На Доггербанке Получил Пробоину Вот-вот Пойдет Ко дну Тут Думать Некогда Надо Идти Выручать Я Забыл Про Зубную Боль И Сам Стал Распоряжаться Спасением Поднялся На палубу Стал К штурвалу Идем Ночь Кругом Холодное Море Волны Хлещут Ветер Свистит Ну С полчаса Прошли Отыскали Норвежцев Осветили Ракетами Я вижу Дело Дрянь Вплотную Борт О борт Не станешь Разобьем Шлюпки у них Все снесли А на концах Перетаскивать Людей В такую Погоду Тоже Рискованно Перетопишь Чего доброго Зашел С одной Стороны Зашел С другой Ничего Не выходит А шторм Разыгрался Пуще Прежнего Как Накатит На Эта Суденочка Волна Так Его И не Видно Совсем Перекатывает Через палубу Одни Мачты Торчат Стоп Думаю Это Нам На руку Я решил Рискнуть Зашел На ветер Повернул Авершлаг Авершлаг И вместе С волной На всех Парусах Пошел Фордовинт Полным Ходом Расчет Тут был Самый Простой У беды Осадка Небольшая А волны Как горы Удержимся На грибне Как раз И проскочим Над палубой Ну Знаете Норвежцы Уже Отчалились А я Тут Как тут Стою В руле Правлю Так Чтобы Не зацепить За мачты А лом Ловит Потерпевших Прямо За шиворот Сразу По двое Восемь раз Так прошли И вытащили Всех Шестнадцать Человек Во главе С капитаном Капитан Немножко Обиделся Ему Последнему Полагается Покидать Судно А лом В спешке Да в темноте Не разобрал Подцепил его первым Некрасиво получилось Конечно Ну да ничего Бывает И только сняли Последнюю пару Смотрю Катит Девятый вал Налетел Ухнул Только щепки Полетели От несчастного Суденышка Норвежцы Сняли шапки Стоят Дрожат На палубе Ну и мы Посмотрели Потом Развернулись Легли на курс И пошли Полным ходом Назад В Норвегию На палубе Теснота Не повернешься Но норвежцы Ничего Довольны даже Да и понятно Конечно И тесно И холодно А все лучше Чем купаться В такую погоду Да Выручил Спас Норвежцев Вот тебе И беда Для кого Беда Для кого Чудесное Так сказать Избавление От гибели А все Находчивость В дальнем Плавании Молодой Человек Если хотите Быть Хорошим Капитаном Никогда Не теряйте Ни одной Возможности Используйте Все Для пользы Дела Даже Личное Недомогание Если К тому Представится Случай Вот так Вот так То